Друзья, продолжим нашу работу. Вы посмотрели два замечательных ролика. Первый это Екатерина Волкова. Сергей Семенов объяснил, показал и сделал ее акционером. Очень интересный душевный отзыв. Сейчас репортаж, который шел уже из цехов, о изготовлении путевой структуры. Сейчас уже часть монтажа идет непосредственно в Мариной Горке. Что-то сейчас можно показывать, что-то нельзя. По репортажам вы будете видеть, как идет развитие. Но могу сказать, что остались считанные дни недели, когда начнутся ходовые испытания. И то, что сейчас к этому есть очень большой интерес, то, что сейчас к этому уже создан такой даже некий ажиотаж, когда хотят увидеть специалисты, это очень правильно. Это значит, что мы идем в нужном направлении, потому что наша задача была в Берлине показать и создать к этому неподдельный интерес профессионалов, а уже отвечать на эти вопросы и снимать все нюансы, которые есть. Можно только уже на действующих образцах. Что, собственно, и будет сделано, что, собственно, и будет продемонстрировано. И здесь могу сказать, что я присутствовал, и когда Виктор Бабурин делал презентацию одному из руководителей Сименса, по-моему, на уровне даже первого вице-президента, и когда ему Виктор сказал, что это действующие образцы электромашин, которые полностью являются аналогом метро, которые могут перевозить одной веткой до 300 тысяч пассажиров в сутки, и идти пролетами без удорожания путевой структуры 200-400 метров, друзья, я могу сказать, что он три раза переспросил, вы откуда, и попросил пригласить его на презентацию, потому что он говорит, я обязательно на это приеду, я хочу этого увидеть. Так, Екатерина Волкова, Википедия. Да, это все абсолютно верно. Вот, поэтому, друзья, сейчас этап развития, который предшествовал тому, что мы заявляли о том, что мы есть, он пройден, сегодня очень, скажем так, уверенно и, я считаю, профессионально заявлено о существовании технологии Берлина на инотрансе. Была сделана профессиональнейшая презентация, на стенде у нас работал никто-нибудь, знаете, весь вопрос, как в советском анекдоте, кто едет в машине, он говорит, не знаю, кто мне едет, но за рулем там Брежнев, понимаете, ну, это такой старый советский анекдот. Так вот, у нас на стенде был бывший руководитель департамента Министерства инфраструктуры Южной Австралии, это человек, который возглавляет крупнейшую инвестиционную компанию, через которую правительство инвестировало более 15 миллиардов долларов в инфраструктуру Австралии и Адалаиды. То есть, высокопрофессиональный человек Ротхук, вот, и для нас, конечно, была большая честь в Берлине находиться рядом с ним и объяснять, показывать. И он отработал очень с самоотдачей, отработал очень профессионально, вот, и здесь, я думаю, что все, кто были на, соответственно, инотрансе, вы все это обратили внимание. Вот, дальше был неподдельный интерес, смотрите все репортажи, которые прошли с инотранса, вот, дальше вопрос, так, секундочку, вот, дальше был представлен образцы действующих машин в Минске, вот, где было руководство страны, где был вице-премьер, министр, сегодня была презентация, или вчера, вчера была презентация министру энергетики Белоруссии, министру экологии, вот, это Анатолий Доварович сам презентовал, показывал. Тут мне уже даже упреки пошли, почему в Перископе мы это не видели, ну, друзья, к сожалению, сейчас событий в мире Skyway настолько много, что я просто не поспеваю одновременно во все места. Поэтому, насколько я могу, я и так уже перемещаюсь практически три недели в месяце, вот, но все-таки есть еще и семья, дети, поэтому хотелось бы иногда с ними проводить время. Поэтому прошу прощения, что вчера в прямом эфире вы не увидели встречу. Но, опять же, в плане оправдания могу сказать, что съемочная группа Skyway TV, то есть нашей телекомпании, в главе с Михаилом Кириченко, они все сняли, поэтому репортажи все увидим, мы ничего с вами не пропустим. Ну, единственное, что не в прямом эфире, а, соответственно, в записи и в этих профессиональных репортажах, которые дает сегодня пресс-служба группы компаний Skyway. Ну, вот, друзья, это все предшество, мы об этом много сейчас говорили, и все это сейчас привело к тому, что мы стоим на пороге уже ходовых испытаний. То есть тогда, когда ни один засланец из онлайнера или такого рода изданий, стоя под опорой и бив лбом опору, говорил, что она сейчас упадет, что ее не существует, что все это сказки, это все, друзья, остается в прошлом. И, соответственно, исходя из этого, я могу уже четко сказать, что сегодня высокопрофессиональные фонды, крупные фонды, заказчики, они все следят и ждут тогда, когда будут действительно наторные испытания. Мы создали очень большое такое сегодня напряжение, ожидание, вот, для того, чтобы при демонстрации технологий сразу же все вопросы были сняты. И после этого, сейчас уже у нас, после инотранса, график всех наших, ну, скажем так, основных людей, которые занимаются презентацией, представлением технологий, конечно, это направление возглавляет Виктор Бабурин, у него есть еще целая группа специалистов. Виктор, Алексей Сукадоев, вот, с кем, честно, у нас сегодня расписан график на месяц вперед, для того, чтобы общаться, снимать все вопросы, доводить информацию, и чтобы было сделано окончательное решение инвесторами вхождения в проект. И сегодня уже потянулись очень крупные и крупные инвесторы, это уже сотни, тысячи, миллионы долларов. И, соответственно, сейчас пришло время, когда меняется дискаунт, то есть это венчурная премия, которая идет за риск вхождения на данной стадии в технологии, в проект. И сегодня, если вы помните, у нас 15 этапов, седьмой этап подходит к завершению, это значит, выполнены все виды работ, это значит, поставленные цели достигнуты, и, соответственно, распределено определенное количество обязательств компании между теми партнерами и акционерами, которые пришли на сегодняшний проект. И сегодня осталась буквально неделя до смены дисконта, ровно через неделю будет смена вот этой венчурной премии за риск, от которой входится, она будет снижена на 25%. Это, друзья, абсолютно правильно, это абсолютно выверенное решение, и я абсолютно могу сказать, что до конца года мы ожидаем как минимум еще одну смену дисконта, потому что уже в очередь сейчас выстраиваются определенные крупные структуры. Я не то, что говорю, что они, друзья, бегут сейчас на перегонки, кто будет платить. Нет, друзья, они пока ведут переговоры, они заявляются, они сейчас подписывают договора, но еще раз вам скажу, друзья, что сейчас не торопятся входить раньше, чем увидят именно ходовые натурные испытания, которые должны быть продемонстрированы в конце ноября. И с этой целью как раз сейчас, друзья, у нас намечается где-то 28-29, это предварительная дата, когда приедет Рот Хук со своими партнерами из Аэрикона, то есть крупнейшей инженеринговой компанией, и они будут презентовать сегодня ряд проектов, которые совместно Skyway ведет с этой крупнейшей инженеринговой компанией. Будет презентация проекта, и туда мы приглашаем ряд крупных бизнесменов из России, Украины, Белоруссии, Словакии, Чехии, Германии, Великобритании. Это такое, скажем так, закрытое свое, ну можно назвать рот-шоу или закрытая презентация для тех людей, которые уже знают о проекте, которым надо, скажем так, получить последнюю информацию для того, чтобы принять участие. Поэтому это тоже открытая сегодня встреча, поэтому если кто-то сейчас ведет переговоры с крупными банками, структурами, бизнесменами, которым надо именно собраться и для того, чтобы увидеть все своими глазами, то давайте согласовывать, выходите на меня, выходите на Алексея, выходите на Виктора Бабурина, присылайте свои предложения, и мы открыты сегодня, потому что для нас, мы определили, у нас есть определенный круг инвесторов, кому мы это будем показывать, но если вы пожелаете, чтобы кто-то из ваших структур или из ваших деловых партнеров в этом поучаствовали, то милости просим, но еще раз могу сказать, друзья, это встреча и презентация будет для инвесторов, которые готовы инвестировать, ну скажем так, существенные суммы, на которые мы сейчас, соответственно, на которые мы сейчас рассчитываем. Поэтому имейте эту информацию в виду, а мы сейчас можем четко констатировать, мы подошли и мы декларируем о том, что смена этапа происходит, это плановая работа, это значит, что компания развивается в соответствии с теми графиками и стратегией, которая предусмотрена, у нас сегодня идет реализация работ, но сразу, друзья, могу оговориться, и так как мы много общаемся и с конструкторским бюро, и с Анатолием Дуарчем Юницким, и с инженерами, которые работают, что, ну когда нас начинают иногда обвинять, что как у вас там все красиво, как у вас там никаких проблем, естественно, могу сказать, что уже изнутри глядя, что, друзья, проблем, конечно, как вы представляете, очень много, и я очень часто, очень близко общаюсь именно, даже уже в нерабочее время с Анатолием Дуарчем Юницким, я вижу, в каком неимоверном напряжении он сейчас работает, какая неимоверная нагрузка сейчас на него идет, и как президента группы компаний, которая отвечает за всю стратегию работы, и как генерального конструктора, потому что есть человеческий фактор, есть брак, который люди допускают, есть просчеты, которые делают конструкторы, когда им доводится одна постановка задач, а люди, считая, что они могут не выполнить распоряжение генерального конструктора, а сделать свое какое-то новое введение, несогласованное, это, друзья, человеческий фактор, это текущий момент, ничего страшного в этом нет, но, друзья, представляете, когда каждая копейка, каждая секунда на счету, и, соответственно, вот такие решения, они все преодолеваются, Юницкий снимает эти вопросы, что-то переделывается на ходу, что-то вводятся новые технологические решения, но все это, друзья, однозначно можно сказать, это все через неимоверную нагрузку, это все через нервы, это все через, ну, скажем там, здоровье, которое сегодня идет на то, чтобы все это заработало и было продемонстрировано, поэтому я просто восхищен сейчас работой конструкторского бюро, производственного коллектива, строительного коллектива, хотя тут есть нюансы, потому что подрядчики, которые там иногда или зачастую не выполняют, либо в срок, либо совсем качественно, это тоже, друзья, все, кто сталкивался со стройками, вы все это знаете, но, тем не менее, друзья, все движется, и здесь я могу и четко продекларировать, и сказать, что у меня не было ни малейшего сомнения, ни на долю секунды о том, что Юницкий в срок выполнит и построит электромашины, то есть и Юнибайк, и Юнибус, и то, что это будут машины мирового уровня, и все признают, что это действительно новое слово именно в технологической концепции транспорта второго уровня, и то, что это будет достойно представлено и достойно принято. Естественно, что в этом сомневался, наверное, только один человек, это сам Анатолий Дурович Юницкий, но когда все это произошло, он по достоинству оценил все-таки и работу коллектива, и работу всей группы компаний Skyway в целом. Поэтому мы сегодня стоим, друзья, на следующем технологическом этапе, сейчас начнутся ходовые испытания, соответственно, уже выйдет совсем другую логику, это уже продвижение адресных проектов, совсем выйдет другую логику уже построения управляющих компаний по направлениям и в разных странах, и с разными компаниями. Это, друзья, уже активное развитие бизнеса, который сейчас идет, и так корпорация, которую мы с вами сегодня строим, и Алексей не раз это говорил, это его термин, он ввел это понятие, что мы с вами ввели помимо того, что краудинвестинговые системы, то есть мы создали инвестпроводящую систему, которая позволила собрать сотни тысяч людей и аккумулировать, и запустить ресурс для решения задач, именно бенчурные проекты. Так мы еще сейчас с вами, друзья, занимаемся следующим шагом, это сетевым построением корпорации, которая будет строить в различных уголках мира различные трассы по всем направлениям, и грузовые, и скоростные, и пассажирские, и городские, и легкие прогулочные, и все, что связано сегодня с новой именно футурологической концепцией, которая идет на технологической школе, то есть Юницкий нам дает технологическое решение, он показывает, как это будет развиваться, а мы сегодня, опираясь на именно технологическую школу, создаем футурологическое направление, которое описывает, что нас дальше ждет, это мы с Алексеем занимаемся, и у нас в ноябре тоже, друзья, будет мировая премьера, мы будем на мировом слете футурологов представлять свою концепцию, и как мы между собой шутим, надо этим людям, которые сегодня описывают будущее, рассказать все-таки, как оно реально будет выглядеть, а то они, считая себя мировыми футурологами, даже не представляют, что их ожидает. Вот поэтому мы будем рассказывать реально, как практикующие футурологи, те, которые участвуют в компании, которые уже не декларируют, а создают это будущее, чтобы этим футурологам рассказать все-таки, что их представляет, и чтобы они зачастую, при всем уважении, не буду называть фамилии, все-таки это уважаемые люди и в мире бизнеса, и в мире футурологии, ну какую ерунду они иногда несут, просто хочется их поправить и сказать, что, друзья, все будет немножко не так, давайте мы вам расскажем, как будет. Вот, для того, чтобы им показать юнибайк и сказать, что, друзья, вот то, что вы все ждете, и то, что является будущим мировой футурологией. Ну это, друзья, как несколько такое лирическое отступление. Давайте, друзья, прежде чем передать слово Алексею, как всегда, он дает очень интересный взгляд и свое такое очень с изюминкой взгляд на то, что происходит, еще раз акцентирую внимание о том, что мы подошли к смене этапа. 18-го числа будет смена дисконта, это естественный процесс. Еще раз объясню логику, зачем это делает, что сейчас растет постоянный приход инвестиций, а инвестиции растут в связи, не то, что в связи, а это два параллельных процесса, что увеличивается объем выполняемых работ, увеличивается строительная работа, увеличиваются проектные, увеличиваются работы, связанные с изготовлением подвижного состава, это все растет, поэтому это по естественному развитию компании за собой тянет увеличение, соответственно, инвестиций. Поэтому это все заложен в график развития, но при этом, соответственно, логика заключается в том, что большие инвестиции должны приходить под меньшие дискаунты, под меньшие риски, потому что основная доказательная база сейчас уже создана и дальше будет только совершенствоваться и только развиваться. Поэтому дисконты, начиная с прошлого этапа, начали меняться довольно-таки резко. Сейчас идет 25-процентное снижение. До конца года, как я уже сказал, по мере прихода крупных инвесторов, эти дискаунты будут снизены еще как минимум один раз. И когда уже выйдет на закрытие именно уже краудинвестинга, как привлечение народного инвестирования, то есть когда уже основную тяжесть финансирования на себя возьмет именно крупный бизнес и заказчики, то, соответственно, там дискаунты будут уже значительно меньше даже 10. Это тоже, друзья, абсолютно правильно, потому что тот, кто входил 3 года назад, 2 года назад, год назад, они несли несоизмеримые большие риски, чем сегодня. И именно дискаунт, именно венчурная премия – это достойное вознаграждение за то, что люди позволяли себе или брали на себя ответственность входить в проект, несмотря, ну и дальше по тексту аргументацию можно взять из-за онлайнера, потому что оппоненты всегда произносили примерно одни и те же слова. Так вот, на сегодняшний момент это все пройдено, и компания всегда помнит об этих людях, и всегда им будет даваться преференции, и сейчас в каждом этапе будет в обязательном порядке пакет, когда можно, внося небольшие инвестиции, получать начисление процента, то есть увеличение 1, 2, 3 процента на весь пакет, который создан за предыдущие 3 года. То есть таким образом, что у нас есть акционеры, у которых миллионы, десятки миллионов, сотни миллионов акций, то сегодня, приобретая небольшой пакет, они могут получать дополнительный бонус на весь пакет 1, 2, 3 процента. Это как раз, друзья, ну скажем так, дань уважения тем людям, которые входили на начальной стадии, и сегодня они имеют возможность увеличивать свои пакеты таким образом. Я считаю, это тоже очень правильно, очень своевременно и очень справедливо. Вот, соответственно, кто сегодня входит на этом этапе, все равно это крайне привлекательный проект, дисконты, которые сегодня есть, они крайне высокие, с учетом того, что риски снижаются очень быстро, поэтому на сегодняшний момент, друзья, самый перспективный вход для тех, кто готов на довольно-таки короткий срок, то есть год, два, три инвестировать для того, чтобы получать высокую доходность. То есть, естественно, друзья, никто не отменял, если нам скажете, сколько, когда, какие будут дивиденды, на этот ответ, всегда у нас есть с Алексеем очень классический ответ, это скоро и много. Вот, более конкретно я вам сказать не могу. Еще раз я всегда повторяю, что венчурный проект из-за того, что мы, точнее, после того, как мы демонстрируем технологию, он не перестает быть, потому что включаются другие риски, включаются конкурентные риски, политические риски. Вот мы с вами за вот эту бурную историю три года уже проходили и ликвидацию полигона в России, когда после поддержки президента Медведева в 2011 году ликвидировали полигон, и проходили ситуацию в Литве, когда после вмешательства лично президента Литвы, этой дамы были там и определенные негативные последствия с развитием компании, и с банковскими счетами. Соответственно, это все тоже мы, друзья, проходили. Поэтому сегодня, исходя из этого, сделан очень серьезный вывод. Сегодня работа компании диверсифицирована, сегодня уже проектируется и практически начато строительство в различных уголках мира, в том числе и демонстрационных площадок, и сертифицированных полигонов. Вот это тоже, друзья, ведется, исходя из того, чтобы проект развивался одновременно в разных местах, и просто одним решением какого-либо чиновника, бизнесмена, или неважно, какого-нибудь крутого мэна, проект нельзя было остановить. И еще буквально короткое время, когда проект уже выйдет на активную фазу развития, когда можно будет сказать, что точка невозврата уже пройдена. На сегодняшний момент, конечно, существуют многочисленные риски, связанные с именно политической и конкурентной составляющей, но еще один, друзья, очень важный момент, связанный с демонстрацией технологии, о том, что в Берлине была продемонстрирована технология, была проведена экспертиза огромнейшим количеством профессионалов, я как уже говорил, в том числе и руководством Сименса, и при этом не вызвало никаких, скажем так, жутких, таких конкурентных боязней о том, что мы переходим кому-то дорогу. То есть, когда Сименс услышал о том, что готовится городская система, которая может проходить пролетами 400 метров, он сказал, друзья, вас ждет весь мир, и то, что вы сегодня из-под земли выводите метро и делаете его более чем в 100 раз дешевле, 100, друзья, ни в 1, ни в 2, ни в 5, ни в 20 раз, в 100 раз дешевле, то есть на 2 порядка, а при этом увеличивается и скорость, и экологичность, то это, друзья, конечно, совсем другая ниша, но про наш юнибайк говорит, что, друзья, его восприняли просто все на ура, это когда, там, не знаю, там, вице-губернатор Челябинской области или там вице-мэр Самарской области, вице-президент Сименса, когда все крутили педали и чувствовали себя, что на скорости 150 км в час они на высоте бесшумно перемещаются по городу или по лесу, то, конечно, у всех настроение было прям очень такое радужное, у всем было очень интересно, поэтому, друзья, наш юнибайк, это совсем другая ниша, которая сегодня в транспортной сфере не существует, конструкторское бюро и Анатолий Дворчевич увидели это направление, он создал эту машину, и это вход в рынок, который вообще не имеет сегодня никакой конкуренции, но он позволяет сегодня перевозить десятки тысяч пассажиров в сутки, он позволяет сегодня утверждать такие вещи, что можно все автомобили с двигателями внутреннего сгорания убрать с улиц городов, о том, что велосипед и фитнес можно сделать абсолютно безопасным сегодня, это, друзья, новое направление, которое сегодня есть. И после нашего форума, который произойдет на следующей неделе в Юрмале, 22-23 октября у нас будет большой европейский форум SkyWay, вот куда мы приглашаем всех партнеров европейских, ну, в основном, кто приедет из России, кто хочет всегда присоединяйтесь, мы, друзья, сделаем вам там несколько очень интересных таких дальше футурологических направлений, и вы еще узнаете, что такое все-таки наш Юнибайк, вы увидите, чем он будет интересен, полезен каждому, и одно могу сказать, что удивятся очень многие, очень многие. Но это, друзья, чуть попозже. Поэтому давайте по форуму Юрмале, соответственно, 22-23 числа, это будет целый такой фестиваль, праздник, SkyWay со своей программой, с официальной программой, с культурной программой, это будет встреча именно с таких сторонников, ну, в основном мы его сделали для европейской части, и, естественно, что, друзья, я вам обещаю, что будут все трансляции с Перископа, вы увидите самое интересное, там будут выступать основные наши директора, основные двигатели сегодня SkyWay, будут ряд приглашенных гостей, второй день это будет работа уже с партнерами, со структурами, те, кто активно сегодня выстраивает краудинвестинговую систему, кто активно сегодня выстраивает партнерскую программу, то есть для того, чтобы проект дальше развивался, это все, друзья, будет в Юрмале. Значит, до Юрмалы в эту субботу в 12 часов у нас итоговый телемост, по завершению этапа и переходу на новый этап, когда мы подведем все итоги с седьмого этапа, расскажем все, что сделано, и поделимся определенными планами на следующий, восьмой этап, поэтому, друзья, следите за проектом, следите за нашими вебинарами, нашими выступлениями, поэтому в 12 часов, соответственно, у нас итоговый телемост, где будут основные директора SkyWay Capital, это та структура, которая сегодня взяла на себя основное по финансированию и по продвижению проекта SkyWay. Поэтому мы отчитаемся, мы вам расскажем, сделаем и расскажем как раз определенные вещи на восьмой этап, соответственно, попробуем с вами несколько распроднозировать, что нас ждет в восьмом этапе. Поэтому, видите, развития новостей очень много, Алексей сам расскажет, что он завтра улетает уже для встречи, как всегда, традиционной встречи нашей с немецкими инвесторами, это у нас такая ежемесячная сейчас повинность, мы ее с Алексеем делим пополам, один месяц летает он, другой я. В прошлый раз перед инотранцем я выступал перед инвесторами, и сейчас едет Алексей. То есть немцы любят очень системную работу, мы ее сейчас ведем, и как результат мы ждем, что в ближайший месяц-два немцы и именно Германия станет лидером по инвестициям в Экотехнопарк, по инвестициям в SkyWay. Сегодня лидеры это Чехия, Словакия, Венгрия, вот они сегодня несут основные инвестиции. Россия и Белоруссия давно уже ушли на, там даже не то, что второстепенные, а довольно-таки дальше. Но это, друзья, абсолютно нормально, абсолютно сегодня с точки зрения работы правильно, потому что мы с вами сделали основную работу, мы создали, сегодня мы передали тем, кто готов нести меньшие риски, получать меньшую доходность, но те, кто инвестирует уже более крупные суммы. Хотя, друзья, общий рост сегодня и по России, и по Белоруссии, и по Украине, и по Казахстану, и по Киргизии, он, друзья, активно идет, и большое всем за это спасибо, большой за это поклон от Анатоли Дуарча Яницкого, от всего коллектива конструкторов, которые сегодня работают за счет этой краудинвестинговой системы, ну и, соответственно, всех нас, инвесторов, у которых очень серьезный оптимизм на то, как дальше будет развиваться проект. Ну вот, друзья, основные вещи, которые я хотел сказать, я вам сейчас донес, у меня еще будет очень небольшая такая тема в заключении, вот, а сейчас я передаю слово, как всегда, молодому футурологу, вице-президенту Международной ассоциации практикующей футурологии, одному из ведущих директоров Skyway Capital, вот, партнера моего уже теперь и по жизни, и по бизнесу, Алексею Суходуеву. Благодарю, Сергей Анатольевич. Ну, сегодня так вот вебинар строится, что, в принципе, большую часть новостей, но не все, рассказал Сергей Анатольевич. Я хотел бы обратить на самую главную новость и всем напомнить об этом. Никаких переносов, никаких перестановок не будет. То есть, 17 октября, как в сказке о Золушке и так далее, карета превратится не в тыкву, но дисконт снизится на 20%. То есть, никаких изменений, никаких эксклюзивных условий ни для кого не будет. Сразу предупреждаем. И, соответственно, заранее запасайтесь вашими средствами в личных кабинетах, на ваших основных счетах, чтобы совершить оплату. Для того, чтобы зафиксировать условия, которые на сегодняшний день вы желаете получить по текущему дисконту, соответственно, достаточно открыть рассрочку, но не просто открыть, а совершить первый платеж. Один-единственный платеж, и все, у вас условия будут по этой рассрочке зафиксированы по текущему этапу, по текущему дискаунту. Я могу сказать, если сравнивать с высоты прожитых лет уже в проекте Skyway, то есть более 2,5 лет, фактически уже скоро 3 года, я лично развиваю. И те дискаунты, которые были в начале, по праву, по праву, те люди, которые начинали проект, и 1,5 тысячам был такой дискаунт, по праву они получили получили эти венчурные премии, потому что был максимальный риск. Это как просто в огонь с головой окунаться в надежде, чтобы эта идея воплотилась, когда не было ничего, абсолютно все, кто начинали этот проект, помнят этот момент, когда мы действительно доносили эмоции, мы передавали свой задел, свои идеи по поводу того, что да, эта технология должна появиться, и никаких аргументов у нас, в принципе, достаточно мощный аргумент, я скажу, когда на заседании госсовета в 2009 году господин Морозов сделал презентацию Дмитрия Анатольевича Медведева. У нас была парочка визуализаций начальной, и вот этот аргумент, все, больше ничего не было, ну и, естественно, очень-очень сильно помогали и выручали, и показывали реальность технологии, то, что действительно монографии, публикации с долгих лет, прошлых тянутся, и сейчас уже дотягиваются до вершин, с которым сквозь тернии к звездам мы стремились и постепенно достигаем. На сегодняшний день у нас участвуют уже более 92 стран. Всегда говорю такой вот нюанс, как раньше говорил про Конго, а сейчас с Гвинеи у нас есть инвесторы, с Африки очень сильно там один парень хочет развиваться и пишет целые стратегии, каким образом заходить через учебные заведения и так далее. Ну, в любом случае будем общаться, мне придется общаться на французском. Ну, что значит придется? Это, наоборот, счастье, когда наш проект шагает по планете. И иногда задумываешься, почему знаешь только два языка, хочется знать и остальные языки. Ну, что мы, активисты, и будем изучать, но искренне Сергей Анатольевич, по крайней мере, надеется, что Unique, то есть United Personal Assistant, то есть универсальный персональный ассистент, поэтому Uni, либо Unique по-русски, будет помогать и также переводить. Но не тут-то было, все равно язык нужно будет изучить английский. И вот многие спрашивают, Unibus это и есть Unique, Unique это и есть Unibus, это дополнение. И если сейчас вот на самом деле у нас Unibus есть, то с приобретением различных транспортных приложений дополнительных, как сегодня имеет мобильный телефон, различные мобильные приложения, соответственно, это уже сформируется в концепцию Unibus. А далее уже, я не буду называть спецификацию, которую мы придумали название, это мы расскажем непосредственно уже в Юрмале. На этом будет строиться наш Сергей Анатольевичем презентация. Это не презентация именно по фторологии. Но могу сказать, что это будет универсальное мобильное пространство, то есть именно универсальное, именно объединенное. И когда мы в определенные вещи говорили Виктору Бабурину, Виктор говорил, что все же уже создано. Ну так и есть, да, все уже создано, и на самом деле должно появиться какое-то пространство, которое это все будет впитывать. Также был создан интернет, также был создан мультимедиа-центр в сотовом телефоне, также был создан Bluetooth, но все это должно было объединиться в одном каком-то устройстве. И если мобильный телефон – это наше персональное переносное универсальное устройство, то у нас будет наше универсальное, именно мобильное пространство, в котором мы будем передвигаться без ощущения времени. Кстати, вот Андрей предложил название, ну, уже не так сложно придумывать название, приставочку делаешь Sky на английском языке, SkyTime, ну, в принципе, а почему бы и да? Да, то есть, вполне себе SkyTime, то есть, это то время, которое мы проводим в юнибайках, то время, которое мы проводим в юнибусах, мы его не замечаем. То есть, это фактически часть нашей жизни, и поэтому сама концепция перемещения, основная, как сегодня вот в смартфонах, мы не задумываемся, редко задуматься, начинаем уже, что нам нужно позвонить кому-то. Мы используем несколько по другим функциям наш смартфон, то есть, те же самые мобильные приложения, и в юнибайках действительно можно будет фактически жить, кто-то будет там очень много времени находиться, и в этом повысится именно ценность реального общения, потому что сегодня эта ценность утрачена также при общении в социальных сетях, в виртуальном пространстве, и если вот когда-то виртуальное пространство было сформировано, то из виртуального пространства, наоборот, в реальное пространство, это все перейдет. Вначале это будет наш юнибайк, и, наконец-то, люди будут действительно больше в реальности пересекаться, и больше в реальности общаться. Хотя, имея все блага цивилизации, которые будут доступны на тот момент в самих своих мобильных пространствах. Если говорить, дорогие друзья, про, опять же, тему дисконта, я такое вот намеренно сделал лирическое подступление в плане практикующей футурологии, то я хотел бы сказать, что мы искренне не знаем, не спрашивайте, потому что мы точный ответ просто не сможем дать, потому что не знаем, потому что не имеем права делать даже предположения, не имеем на это полномочий, и когда, допустим, произойдет следующая смена дисконта. Но что-то мне подсказывает, дорогие друзья, что следующая смена дисконта произойдет значительно раньше, чем произошла эта смена дисконта. Если у нас самая крупная инвестиция на сегодняшний день от одного человека – это 330 тысяч долларов, то уже близится транша на несколько миллионов долларов. То есть в некоторых сделках мы с Сергеем Анатольевичем непосредственно как участники проработки сделки участвуем. И я вот тоже сейчас поднимаю контакты. Всем рекомендую задуматься, если раньше, знаете, мы проходились по списку, наши знакомые там и так далее. Те, кто, ну, сколько это может инвестировать, то сейчас составьте список тех потенциальных крупных и крупнейших, ну, как минимум, средних инвесторов, потому что сейчас время крупных и крупнейших инвестиций действительно подходит, и оно пришло. Вы увидите то, что те инвесторы, которые на ранних этапах развития проекта Skyway через Crowdinvesting и инвестировали очень серьезные суммы, вы снова увидите эти замечательные, мужественные лица, которые сделали большой вклад в развитие первоначальной технологии. И эти люди снова будут развивать, как пожелают, как смогут. Ну, невозможно оставаться в стороне, когда вот такие публичные личности, как Екатерина Волкова, то есть это актриса кино. Я не удивлюсь, что если вот был интервью у Екатерины Волковой с Иваном Ургантом и так далее. Как вы думаете, Екатерина Волкова сейчас вот на всяких светских тусовках будет рассказывать вообще вот о том, что оказывается существует такой транспорт? Это сетевое построение. И, соответственно, из определенного бомонда, как вот сегодня с Ириной Волковой мы общались, она сказала такую, Лариса Артамонова сказала фразу, что из этого бомонда сейчас к нам все подтянутся. А действительно так и есть, потому что Екатерина будет, скорее всего, передавать свою эмоцию и передавать ту составляющую, ту причину, почему она стала совладельцем, стала акционером будущим компанией международной корпорации Skyway. То есть какие причины? На своем языке, поверьте мне, имея опыт, актриса кино, театра, она сможет донести, она сможет донести, чем многие профессиональные предприниматели, сетевики доносят информацию о проекте Skyway. И давайте вспомним тот факт, что мы говорили, что на Инотранс прилетят один-два человека максимум на своих личных самолетах. Один из таких людей был, то есть это Крис Принципы. Он прилетел и буквально на час он планировал задержаться в Берлине на нашем стенде, по-быстрому пообщаться, по конкретике. И он задержался до конца самого рабочего дня, то есть когда уже выставочный стенд закрывался, он не хотел уходить, общался на разные темы, футурологии тема его очень сильно затронула. И мы с Сергеем Анатольевичем сейчас готовим очень мощную статью. Мы в любом случае напишем обширную статью именно по той концепции Unibike, мобильного персонального пространства, универсального мобильного персонального пространства. Что это вообще будет? И опишем это все. Ну и, естественно, какую-то сжатую статью, скорее всего, также Financial Future, можно будет прочитать в будущем. То есть об этом договоренность с Крисом была, и это не наша инициатива. Он просто сказал, вы можете вот это вот как бы все написать, и теоретически мы можем напечатать это в журнале. Ну и, естественно, мы не могли отказаться от такой популяризации проекта Skyway, популяризации ассоциации практикующих футурологов. И сейчас, ну вот недавно мы проводили конференцию в Словакии, Франтишек Солар по воле случая находился при нашем обсуждении, при формировании определенных новых концепций посредством мозгового штурма. И я вот помню тот момент, Сергей Анатольевич тоже помнит, он ушел в аптеку, ну, купить лекарство Виктору, потому что тот от очень серьезной нагрузки и так далее, просто иногда организм дает сбои. Ну, все хорошо сейчас, Виктор абсолютно здоров и поправился, и дальше продолжает такой вот наш позитивный бой Skyway в маркетинговых войнах, и в доказательствах министерством транспорта. И хотел бы вам также показать, что были проведены переговоры с министрами Индии, определенного штата. Так вот, про Франтишека. Он на следующий день, на второй день конференции сказал, что, а вот то, о чем вы говорили, вы будете сегодня говорить? Мы говорим, о чем мы говорили? Ну, футурология, то, что будет в юнибайке и так далее. А надо? Да надо, конечно, вообще. Вот это нужно в первую очередь сказать. И это такой, знаете, триггер, это лакмусовая бумажка, что действительно футурология, будущая футурология, такая тавтология получается, но будущая футурология невозможна без технологии Skyway. То есть это будет немножко неправильная технология, футурология, если говорить именно о концепции применения транспорта, создания инфраструктуры, освоения территории. То есть это будет неполная картина, неполный пазл и будут недостающие звенья, без которых абсолютно не то будет видение того будущего, которое появится с применением технологии Skyway. И вот немножко я вас раззадорил по поводу Индии. Я могу сказать, что Виктор более чем успешно, ну, собственно, уже привычно провел переговоры с индийцами. И вы видели новость, когда вот был заголовок Skyway в Индии. Да, действительно, произошел выход на определенных людей. И опять же, через теорию рукопожатий, но это уже такая крупная сеть. Здесь тоже, в принципе, сеть. То есть один знает другого. И произошла презентация в Цюрихе. И, собственно, уже сейчас в ближайшее время непосредственно в этот штат поедет Виктор Бабурин не то, что там подписывать рамочные соглашения, как у нас вот сейчас с российскими чиновниками, представителями происходит. И подождем, когда время дойдет до реальных адресных проектов, а уже обсуждать в Индии конкретные реальные адресные проекты того штата. То есть попросили приехать и уже начать обсуждать. Естественно, скорее всего, и Кирилл Бадулин поедет. Это руководитель службы адресных проектов. И хотелось бы остановиться на одном маленьком нюансе. По адресным проектам. Мы с Сергеем Анатольевичем даем нашу почту и так далее. Но мы, знаете, как проводники. Мы как первая стадия. Ротхук тоже с ним переговоры провел вначале. Сергей Анатольевич, потом мы пообщались с этим замечательным человеком. И уже убедившись в адекватности, для того, чтобы не тратить время Виктора Бабурина, передали этот контакт. И, соответственно, вы видите, что из этого появилось. Поэтому мы сбрасываем наши контакты. Не то, что мы будем полностью вас вести по адресному проекту. Мы не имеем права этого делать. И не имеем полномочий. То есть это могут делать и заниматься вопросом адресных проектов только два человека международной корпорации Skyway. Это Анатолий Эдуардович Юницкий. Это Тротхук. И третий человек по поручению этих двух замечательных персон. Соответственно, Виктор Бабурин. Больше никто, даже если мы вам говорим вдруг, что мы инициировали какие-то адресные проекты, не может никто больше инициировать. То есть все согласование идет с головной компанией. И никак головную компанию не удастся не обойти, не придумать какую-то новую стратегию. Потому что алгоритм отрабатывается. И алгоритм отрабатывается не просто так, дорогие друзья. Алгоритм отрабатывается, чтобы вот этот вопрос, который наиболее часто на конференциях задают и доходит до шуток, а когда будут дивиденды, скоро. Вот чтобы это скоро произошло, нужно сейчас нарабатывать именно через систему алгоритмов, которые применяет именно головная компания, массовость адресных проектов. И действительно, те адресные проекты, о которых я, Сергей Анатольевич, остальные члены директорского состава Skyway Capital, это лишь вершина айсберга, которую мы видим, а остальное скрывается уже в недрах научно-производственного конструкторского предприятия ЗАО «Струнные технологии». Прорабатывается масса проектов, и мы это увидим уже по тем дивидендам, которые, я думаю, после 2018 года мы точно начнем получать. Это мое личное мнение, непритязательное, но я могу сказать, что те фразы, те слоганы на многих языках многих государств мира, то есть Будуш Skyway, Захран Планету, это чешский, Пиджи Skyway, Мэдж Магобойгут, это венгерский, Консхуи Skyway, Софля Планет, французский, и Бао Skyway, Ретэ Дэн Планетан, это немецкий, обязательно я это скажу, вот Бадзельдзуфлине, сложно выговаривалось раньше это название, но сейчас мы к нему привыкли, Сергей Анатольевичем. И Бао Skyway, Ретэ Дэн Планетан, мы еще немецкий, наверное, учить начнем, потому что очень часто туда после инотранца нам предстоит ездить, я думаю, даже больше, чем раз в месяц, потому что у нас сейчас Skyway Capital подключаются активисты и в Берлине, и в Дюссельдорфе, и, соответственно, во многих городах, многих стран мира необходимо будет проводить конференции. И если вам нужна помощь от директорского состава Skyway Capital провести типа телемоста с какой-то страной, соответственно, ну, тут нужно будет обеспечить перевод, потому что мы на китайском, на еврите, к сожалению, общаться пока что, по крайней мере, не сможем, но мы обязательно постараемся помочь и сформировать то информационное поле, которое очень важно, потому что на вебинарах сегодня присутствует 250 точек подключения, но смотрят их тысячи и, наверное, даже десятки тысяч. И это замечательно. Это наше информационное поле, это наш флаг Skyway, который мы несем, наш огонь, который нам подарил Анатолий Эдуардович Юницкий. Анатолия Эдуардовича Юницкого можно сравнить не только с Леонардо да Винчи нашего времени, но и с Прометеем, который дарит людям новую технологию, которая, как сказала Ванга, полетит по проводам, питаясь от Солнца. Ну, а еще замечательная такая вот фраза от тех людей, которому мы с Сергеем Анатольевичем склонны не особо доверять, но это действительно поражает, расскажет Сергей Анатольевич. Сергей Анатольевич, вам слово. Благодарю, друзья. Строй Skyway, спасай планету и дай дорогу в мир Транснету. Алексей, спасибо, конечно. Завернул так завернул, тут ничего не скажешь. Но здесь действительно объективности ради, надо сказать, сегодня присылает письмо один из наших таких активных партнеров, один из Магадана. Виталий, кстати, тут недавно, в ближайшее время, очень интересно, он станет героем тут одного очень интересного сюжета. И он такой, как казусный случай, прислал описание о том, что в 2014 году одна женщина увлеклась Skyway, и пыталась вовлечь туда мужа, такого крупного бизнесмена. Он на все это смотрел. Потом получилось так, что они пошли к какой-то там гадалке, ясновидящей, вот, ну там, чтобы по своим семейным делам. И он у нее взял и спросил, а что будет с этим проектом, что будет с Skyway, там, она говорит, я тут посмотрю, приходи на следующий день, я ничего не вижу. Приходит, она говорит, я опять ничего не вижу, там какие-то постоянно поезда на проводах летают, поэтому мне невозможно ничего увидеть сейчас. Как он пишет, тут же пошел инвестировать. Это, соответственно, это как такой курьезный, забавный случай. Здесь я, друзья, могу сказать уже из своей практики, я не раз об этом говорил, есть ребята, с кем мы в Красноярске общаемся, они помнят этот случай, когда я приехал на первую конференцию, веду первую конференцию в Красноярске, это, наверное, еще, если помню, наверное, осень 2014 или весна 2015 года. Тут, друзья, уже год за 10, поэтому все идет с такой скоростью. И когда были вопросы-ответ, это же очень такая, особенно поначалу, очень острая такая фаза, потому что люди не верили, люди сравнивали нас с пирамидой, с хайпами, там очень много технологических компаний, которые выдают себя за проект, а на самом деле просто пылесборник такой. И, соответственно, вот на этом фоне вот эти вот вопросы-ответы, это была очень такая тяжелая обычно стадия, но в каждую конференцию мы это проходили. Я сейчас опять скажу, что в Словакии, вот когда последний раз с Франтишиком, Солором проводили конференцию, где был и Виктор, и Алексей, то вот эта фаза вопросов-ответов, она проходила совсем на другой стадии. И в зале были люди, которые, я помню, полгода назад, они нам душу выносили вопросами, а сейчас сидят, улыбаются спокойно, все это такие задают очень комфортные вопросы, мы общаемся именно уже как друзья, как партнеры. И я вспомню эти даже полгода назад вопросы-ответы, которые у меня друзья. Так вот в Красноярске встает женщина, ей где-то лет 35, и начинает первую фразу, которую она произносит, она говорит, я профессиональная колдунья. У меня внутри все упало, думаю, нам колдунов здесь еще что-то не хватало, я говорю, сейчас насчет это самое. И она мне говорит, я в некотором поколении уже колдунья, у меня мать колдунья, бабушка колдунья, я думаю, ну все, сейчас вот будут здесь кощей бессмертные, тут у нас сейчас будет это. Она говорит, знаете что, я когда была маленькая, мне бабушка рассказывала на ночь сказки, и она говорила, что у вас здесь в Красноярской тайге, вот в это будут стоять огромные небоскребы, прям посреди тайги, и над ними, между ними будут по проводам летать поезда, и все будет перемещаться, и это будет вот такой большой, зеленый, красивый город, в котором будет жить, так сказать, и ты еще это увидишь. И когда она показывает наши картины, наши фотографии, анимации, о том, как это выглядит, эти наши здания высотные, она говорит, вот я сейчас увидела, эту картинку мне рассказывала бабушка в детстве, понимаете. Там зал, конечно, аж весь захлопал, а я вот сижу, я думаю, вот откуда они могли это все знать, откуда это все идет, потому что мы только сейчас это проектируем, Юницкий сейчас это визуализирует, проектирует, а ей бабушка там сколько-то лет назад рассказывала о том, что это будет Красноярская тайги. Поэтому, друзья, есть, наверное, определенные какие-то вещи, я их не хочу никогда не комментировать, не анализировать, это не моего плода, я абсолютно стою на научных подходах, я знаю Юницкого, я с ним долго работаю как с инженером, он меня, когда убеждал в технологичности проекта, мы с ним очень много общались именно как инженеры, вот когда мне стало все это понятно. Поэтому я понимаю, что сейчас делается и что сейчас развивается. Здесь нет никакой мистики, здесь нет никаких сверхъестественных. Это абсолютное развитие технологического процесса. И ту футурологию, которую мы сейчас с Алексеем делаем, это все тоже строится только на технологических особенностях инженерной школы, которую сегодня Юницкий нам как инженер показывает, он это проектирует. И, конечно, если говорить, что с точки зрения футурологии, то самый главный футуролог здесь сегодня Юницкий. Но мы всегда, ну как бы там, я на этом настаиваю и позиционируем мы сегодня, что Юницкий генеральный конструктор – это руководитель инженерной школы. И зачастую то, что могут позволить себе говорить в таком приватном плане футурологи, инженер и руководитель инженеринговой компании не может себе позволить. Хотя я иногда там такими разговорами или подсматриваю иногда, как Юницкий в виде хобби иногда рисует. Так вот, друзья, он вплотную занимается уже проектированием, во всяком случае на уровне эскизов, на уровне технических решений, уже следующего плана поколения. Это уже общепланетарную транспортную систему, которая будет выводить промышленность в космос. Вот, то есть сегодня настолько для него время сжато, что даже работа сегодня по Скайвею и по Транснету, которая для всех еще даже не существует, а для нас она только началась, он уже идет следующим этапом, он уже проектирует и делает. Поэтому, конечно, о такой футурологии, которую он сегодня делает, об этом сегодня с нашими существующими футурологами даже нельзя говорить. А мы между собой понимаем, когда он про наш юнибайк, в котором будет жить юник, соответственно, который будет перемещаться со скоростями сначала 150, потом 550, потом 1250 километров в час. Вот, соответственно, еще полушутка. Он говорит, ну вы еще в вашем юнибайке с юником еще и в космос полетите. Я говорю, ну, Анатолий Иванович, мы же с вами знаем, что полетим именно в нашем юнибайке. Он говорит, да, конечно, знаем. Поэтому, друзья, больше футурологов здесь не существует, но это для восприятия сегодня в принципе неприемлемая часть. Поэтому мы сейчас ограничиваемся инженерной частью, связанной со SkyWay, с Transnet. Мы сегодня делаем описание уже за шестым седьмого технологического уклада, если говорить с точки зрения уже макроэкономического прогнозирования, то есть развития технологических укладов. Это все-таки входит в науку макроэкономического прогноза, начальником которого является Николай Кондратьев. Вот, соответственно, сегодня футурология – это возможность представить и визуализировать, что нас ждет и какие технические решения дает сегодня инженерная школа Юницкого. Соответственно, если подводить итог, то мы сегодня стоим на очередной очень важной вехе. Сказать, что неожиданно это нельзя, это, как можно сказать, неожиданно то, к чему мы стремились, то, что мы создавали, то, что мы делали, то, что сегодня начинает приносить результат. Поэтому сейчас с точки зрения дисконтов и всего остального, здесь смотрите наши все вебинары, объяснения. Вчера была директорская планерка, запись, которая сегодня есть во всех чатах, где четко раскладывается и сравнительные таблицы, и все, что сегодня происходит. Поэтому не будем мы это, друзья, дублировать, рассказывать. Отчасти мы это покажем еще раз на теле мосту, который будет в 12 часов в субботу, 15 октября. А я сейчас буквально, если подводить итог, могу сказать, что мы сегодня создали очень устойчивую, дружную систему. Вы сегодня видите настрой, который и был на стенде, и вы на трансе, когда к нам подходили и говорили, что вы здесь продаете. Мы говорим, да вот электромашины. Они говорят, ну нельзя так электромашины продавать, чтобы 300 человек в центральном павильоне инотранса, когда включили Юницкого со скайпа, хором кричали, строй, скайвей, спасай планету. Все немцы были просто в шоке. Они говорят, как можно вот так вот продавать электромашину, когда люди ходят по инотрансу и скандируют строй, скайвей, спасай планету. Поэтому это говорит о том, что нас объединяет. Единая цель, единая система, система, которая сегодня работает и объединяет людей. И мы объединяем мир. Это родилось не просто так. Это действительно позыв, ну такой очень добрый, очень действительно, всячески всех людей. И то, что сегодня, когда мы проводим конференцию, мы специально выложили в чаты, как мы завершали эту ситуацию, когда все в едином порыве там скайвей, и соответственно хлопают и улыбаются, а потом еще почти 40 минут не могут разойтись, не могут выгнать из зала организатора, потому что уже закончилось время. Это говорит, друзья, о том, что мы с вами делаем очень нужное, понятное и приятное с точки зрения работы для всех дела. Поэтому, естественно, что те, кто сегодня пытаются быть злопыхателями, или пытаются, они сами понимают, сами чувствуют, что они делают неправильное дело. Но это, опять же, выбор каждого, и мы это оставляем на совести каждого. Поэтому еще один небольшой нюанс, друзья, вот Алексей начал про это говорить, про адресные проекты, просто очень много, друзья, идет сейчас писем, почта, меня просто завалили определенными вещами. Я тоже, как подписчик, я являюсь и акционером, крупным акционером и в Skyway Invest Group, у меня там десятки миллионов долларов акций, и Skyway Capital, и RSV, потому что давно я в проекте уже, друзья, и очень много инвестиций, поэтому я, как подписчик, получаю сегодня некоторые вопросы. И почему сегодня мы затронули вопрос по адресным проектам? Чтобы, друзья, вы четко понимали, что адресными проектами, декларацией и призывом, а тем более инвестировать в какие-либо адресные проекты, связанные с технологией Skyway или с трансфетом, может только два человека. Как уже Алексей сказал, это Анатолий Дович Юницкий и руководитель Skyway Австралия, которому Юницкий поручил и делегировал полномочия по ведению проектов в Австралии, и сейчас частично в Африке и в Азии, это Родхук. Соответственно, ну и опять же, как и говорил с Алексеем, ряд проектов может озвучивать по их поручению Виктор Бабурин. Все остальные призывы, или все остальные вещи в адресные проекты, друзья, они не могут звучать без ссылки на головную компанию и на Юницкого, и на Родохук. И когда я по почте Skyway Invest Group, где я являюсь подписчиком, получаю предложение войти в проект по мытью золота в Замбезии, друзья, у меня это вызывает ряд вопросов, я это оставляю на совести того, кто это делает, но я прошу больше мне такого не присылать, это раз. И когда мне такое на почту приходит, я это называю разводиловой, потому что мыть золото в Замбезии, добывать алмазы в Лапландии, пилить лес в Сибири, ну, может быть, еще грааль добывать в Шамбале, или там философский камень, сейчас очень модно в Атлантиде искать. Вот эти все проекты, друзья, помимо Skyway, вот помимо Skyway, хотите мыть золотишко в Замбезии, пожалуйста, хотите обучать частных инвесторов, пожалуйста, только без упоминания, потому что мне очень много люди обращаются и говорят, Skyway к этому имеет отношение, нет, друзья, Skyway к этому не имеет никакого отношения, вот это надо четко понимать и четко кронировать. Если вы для себя принимаете решение участвовать в такого рода проектах, то вы, как частный инвектор, имеете на это право. Никто вам запретить этого не может, но давайте разделять, потому что такого рода проекты со Skyway на сегодняшний момент несовместимы. Вот это я прошу четко понимать и отнестись к этому абсолютно спокойно и абсолютно, ну, скажем так, с пониманием, с точки зрения частных инвесторов, которыми вы все являетесь, которые инвестируют на сегодняшний момент в проект. Ну вот, друзья, это вот то, что еще эти новости на этой неделе сегодня произошли, то есть это тоже нюансы этой недели, к ним тоже надо подходить очень понятно. Значит, еще раз акцентирую внимание, что с новым этапом будут новые пакеты, новые рассрочки, эти рассрочки, насколько вы их брать, они столько будут сохраняться, те условия, которые вы сейчас взяли, в Skyway Capital и в РСВ, они также будут выполняться, никто их не собирается ни отменять, ни менять, все условия, которые декларировались, они будут выполняться. Второй момент, что в каждом этапе будут свои условия и с 18-го числа будут новые свои пакеты, которые только присущи этому пакету, дальше они также будут меняться на новом этапе, но те условия, которые вы будете брать при входе, они будут сохраняться. И те условия, которые сегодня есть, Их никто ни в коем случае не будет и не собирается менять. Это тоже надо понимать. И второй момент, который я уже говорил еще раз акцентирую, что в каждом этапе будет специальная программа, которая будет поощрять тех людей, которые пришли на наиболее ранних этапах для того, чтобы они и чувствовали о том, что они сделали очень важное дело. И второе, чтобы у них постоянно шел рост капитализации, шло поощрение того, что все-таки это первые люди и они взяли на себя основную тяжесть развития проекта. За это, собственно, сегодня и идет вознаграждение. Итогов седьмого этапа и планы на ближайший восьмой этап. Это дальше. Следующая неделя это Юрмала 22-23. Ну и дальше следите за нашими конференциями, новостями. Skyway сегодня дает такое огромное количество новостей, что я, честно, друзья, вообще перестал смотреть сегодня новости по телевизору. Практически перестал новости читать, которые не в Skyway и не связаны с новыми технологиями в интернете. Потому что, друзья, то, что сегодня идет через Skyway, через призму Skyway, это намного интереснее и намного позитивнее, чем то, что сегодня нам пытаются навязать. Поэтому, друзья, строй Skyway, спасай планету. До новых встреч. Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Наш первый пробный выпуск с практикующим футурологом, вообще человеком, которого не надо никому представлять, Сергеем Анатольевичем.